Добрый вечер. В эфире своего ТВ новости. В студии Екатерина Сегеда. Вот главная тема. Чиновники должны быть добрее, а муниципальные деньги нужно тратить, учитывая пожелания жителей. На Ставрополье с рабочим визитом побывал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Подробности в сюжете Кира Рогожиной. Более полутора тысяч звонков и до 600 выездов в сутки. Скорая помощь Ставрополя работает в усиленном режиме. Как земляки реагируют на резкие изменения погоды, выяснил Илья Захаров. Мне пришло сообщение от этой якобы службы технической поддержки о том, что счет заблокирован. Вот ввиду того, что мне необходимо внести страховую сумму. Мошенники продолжают наживаться на доверии. Как обезопасить себя от неприятных историй. Для чего живет любая женщина ради счастья материнства? Разве я не права? Почему у такой заботливой мамы из Кисловодска забрали ребенка? Ставропольская погода преподносит очередные сюрпризы. Сначала мы гуляем в легких куртках, потом достаем пуховики, а в дальнейшем ожидаем еще большее похолодание. Как будет вести себя столбик термометра и как пережить эти погодные качели метеозависимым людям? Илья Захаров собрал комментарии экспертов. Как правило, метеозависимость чаще встречается у людей преклонного возраста. Резкая смена погоды ухудшает их самочувствие. Отмечают это и на городской станции скорой помощи. Скорая помощь 15-я. Что у вас случилось? Свыше полутора тысяч звонков принимают операторы каждые сутки, а в минувший четверг еще больше. Пониженное атмосферное давление и аномально высокая температура сделали свое дело. В числе метеозависимых люди с хроническими психическими заболеваниями, те, кто страдают от астмы и бронхита, и, конечно, сердечники. Для гипертоника любое повышение атмосферного давления может вызвать гипертонический криз. Снижение давления барометрического может вызвать такие ощущения, как слабость, головная боль, боль в области сердца, нарушение сна. Ухудшение самочувствия ощущают и люди с пониженным давлением. Врачи рекомендуют им умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, пить не менее двух литров воды и спать не менее восьми часов в сутки. Тем более, что погода на Ставрополье продолжит меняться. Если в четверг она установила температурный рекорд, в краевом центре зафиксировали плюс 17, то уже в пятницу столбик термометра вернулся к климатической норме, а в выходные станет еще холоднее. В ночь с субботы на воскресенье 9 февраля осадки еще будут отмечаться местами по краю, а днем и сохранятся в южной части края. 10-11 по краю осадков не ожидается. Но ночные морозы усилятся в связи с прояснениями до минус 10-15 градусов, а днем ожидается в пределах 3-8 градусов мороза. Днем 11 февраля в Ставропольском крае потеплеет. К предстоящим осадкам заранее подготовились коммунальщики Ставрополя. В одном только промышленном районе краевой столицы на уборку снега выйдут 50 единиц техники. Чистить будут не только дороги, но и скверы, тротуары, внутриквартальные проезды. Уже сейчас, на данный момент, все машины снегоуборочные заправлены, заправлены песчано-солевой смесью и разъезжаются на пункты, чтобы в пробках они не застаивались, в юго-западном районе, в северо-западном, в центральной части, чтобы они оперативно начали посыпку дорог. Администрация города просит с пониманием отнестись к снежной каше на дороге. Это технологические особенности уборки. Сначала трассы обрабатывают смесью против наледи, а уже потом начинают уборку снега. Причем движение для этого не перекрывают. Вот и получается, что снежная грязь на дороге может оставаться до 4 часов. Но иначе, говорят, никак. Снег и морозы могут подкинуть проблем не только коммунальщикам, но и, например, сотрудникам СМИ. По телевизионным законам, журналист в кадре обязательно должен быть без головного убора и не важно, какая погода. Впрочем, если дело касается здоровья, то некоторые законы можно и нарушить. На съемках замерзли Илья Захаров и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Но погодные капризы никак не мешают решать важные для края вопросы. Так, в Комсомольском парке Пятигорска отремонтируют мемориал Победы. А Ставропольский опыт местных инициатив покажут всей стране. На Ставрополье с рабочей поездкой побывал заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он провел выездной прием граждан, посетил детскую школу искусств имени Сафонова. Обо всем по порядку расскажет Кира Рогожина. Мам, тебе задают вопрос. Мне? Да. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Будьте здоровы. Маникюр, прическа и, конечно, парадный пиджак. Весь в медалях и орденах. Слишком тяжелый для хрупких женских плеч. Поэтому, говорит Ольга Самонова, надевает его только по особым случаям. А когда гости приходят, вообще подъем. Такое, знаете, очень приятно. Ольга Ивановна, участница Великой Отечественной, пережила блокаду Ленинграда на фронте, выносила раненых с передовой. Сама получила контузию. Сейчас героическая пятигорчанка переживает о судьбе мемориала Победы, что в городском парке. И мечтает отдохнуть в санатории. Хочу очень отдохнуть. А давно были в санатории вообще? В советское время. Была только в санатории и все. Еще был муж, когда был жив. И вот мы в военном санатории с ним отдыхали. С этими просьбами ветеран обратилась в местную приемную партии «Единая Россия». Письмо дошло до адресатов. В гости к Ольге Ивановне приехали заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и губернатор края Владимир Владимиров. За чашкой чая они обсудили вопросы пятигорчанки. Как прозвучало, работы на мемориале уже ведутся. Их должны закончить до майских праздников. Кроме того, как отметил Владимир Владимиров, к 9 мая в регионе отремонтируют все воинские захоронения и памятники. Андрей Турчак предложил закрепить за каждым ветераном волонтеров. Такая инициатива у нас в крае уже реализуется. Своим опытом Ставрополье поделится со всей страной. У нас в Ставропольском крае уже давно раскреплены волонтеры, раскреплены ответственные за каждого ветерана. Но мы хотим, чтобы не только в этом году, в год 75-летия победы, но и после 9 мая. Вот это шефство, оно продолжалось. И опыт Ставропольского края был по всем регионам распределен. Андрей Турчак вместе с Владимиром Владимировым вручили Ольге Ивановне путевку в санаторий и получили ценный наказ от ветерана. Ольга Ивановна, а вот если бы мы были вашими детьми, что бы вы нам сказали бы? Молодцы, будьте организованы, не будьте злыми, будьте добродушными. С людьми встречайтесь. Если вас что-то спросят, вы должны хорошо объяснить, безо всякого зла и безо всякой суеты. А это уже детская школа искусств, одно из старейших учреждений доп. образования на Северном Кавказе. Сейчас зданию нужен ремонт. Проектно-сметная документация, готовится, деньги выделят по федеральной программе. В планах обновить музыкальное оборудование. Продолжилась рабочая программа в Железноводске. Здесь Андрей Турчак провел совещание Южного и Северокавказского межрегиональных координационных советов партии «Единая Россия». Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией установок президента, озвученных в рамках послания Федеральному собранию. В том числе, так называемое инициативное бюджетирование. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Люди готовы участвовать в решении местных проблем. В первую очередь, в тех местах, где они проживают. Потому что, ну, действительно, они зачастую лучше знают, чем местные чиновники, а что нужно им самим, членам их семьи, соседям, друзьям и так далее. Такие практики есть не только в Старопольском крае. Разрозненные они есть и в границах Северокавказского федерального округа, в других округах. Но наша была задача – собрать эти лучшие практики и создать единое правовое пространство. При этом наш край в числе лидеров, где народное бюджетирование успешно работает. Здесь, в первую очередь, нужно сказать, что программа местных конецов в этом году дофинансирована, и все населенные пункты, которые принимали участие в конкурсе, войдут в нее. Это дофинансирование с неба упало. Президентом у нас выделена премия в Старопольском крае. И мы решили ее полностью направить на два проекта – программу городской среды развития и программу местных инициатив. Фактически мы сегодня полностью закрываем все те объекты, которые были оконторены в проекты и оконторены в задачи, которые люди перед нами поставили. После прохождения первого чтения у инициаторов законопроекта будет время, чтобы собрать все лучшие практики, в том числе и нашу Старопольскую, и доработать документ для того, чтобы уже в ближайшее время он заработал в полную силу и получил финансовое подкрепление из федерального бюджета. Кроме того, по словам Андрея Турчака, еще одна цель, которую преследовали, когда создавали этот законопроект – сделать так, чтобы уже через три года расходы бюджетов на местах, как минимум на 5%, складывались из пожеланий жителей. А это новые дороги, скверы, парки и ДК. Кира Рогожина, Антон Красов, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение, Кавказские минеральные воды. Ставропольский центр «Мой бизнес» удивляет результатами. Несмотря на то, что МФЦ для бизнесменов начал работу только минувшей осенью, его услугами воспользовались почти 4 тысячи предпринимателей края. В итоге 66 компаний региона заключили 73 экспортных контракта на общую сумму, внимание, 21 миллион 200 тысяч долларов. Напомним, центр в сжатые сроки предоставляет консультативные и юридические услуги. Также он центр повышения квалификаций. Так, в 2019-м там провели 95 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 2000 субъектов предпринимательства и 345 физических лиц. Так что, если и в вас присутствует жилка предпринимателя, но не хватает знаний, обратитесь в МФЦ для бизнеса, и вам помогут. Продолжаем выпуск. Незаконная электронная рыбалка. И речь не о компьютерных играх, а о цифровых мошенниках, на чью удочку все чаще попадаются жители края. Звонки среди ночи от пострадавших родственников, сообщения от якобы сотрудников банка, письма с обещаниями быстрых заработков – это все про них. Как обезопасить себя, и какой он первый звоночек о предстоящей краже? Никита Шишков расскажет на конкретных примерах. Игры на бирже, торги, покупка нефти и криптовалют. Звучит все очень серьезно и по-взрослому. Тем более, когда с деловым предложением о сотрудничестве с трейдерской фирмой звонят на личный номер. Именно такой звонок и раздался в минувшем декабре у предпринимателя Алексея из Ставрополя. Имя мы изменили, мужчина попросил оставить свою личность анонимной. Так вот, неизвестный предложил инвестировать деньги в акции и стать брокером. Доход обещали быстрый и без риска. Алексей начал вкладывать, акции на сайте поползли вверх, как и обещали телефонные специалисты. А когда перед Новым годом захотелось вывести деньги, сразу появились проблемы. Мне пришло сообщение от этой якобы службы технической поддержки о том, что счет заблокирован, ввиду того, что мне необходимо внести страховую сумму. Дабы обеспечить ее безопасность торговой площадке, необходимо внести на другой страховой счет еще определенный процент, 24% от суммы, имеющейся на моем счету. Но здесь я уже стал, конечно, понимать, что, скорее всего, это мошенники. Сказал, что подождите, нет, мне надо, у меня нет денег, пока я вносить больше не собираюсь. И на этом все общение тут же прекратилось, а номер вежливого консультанта стал недоступным. В итоге в непонятно чьи руки ушло почти полтора миллиона рублей. А сайт, на котором разворачивались брокерские торги, оказался большим виртуальным спектаклем, не имеющим с реальностью ничего общего. Такие вот копии реальных сервисов называют фишинговыми. И задача у них только одна. Достаточно часто мошенники копируют полностью сайт с его товарами, интерфейсом и так далее. И цель опять та же самая, о которой я говорил. Получить вашу какую-то конфиденциальную информацию, с помощью которой потом они воспользуются и будут похищены денежные средства. Чтобы этого не произошло, нужно быть достаточно внимательным, аккуратным в использовании этой конфиденциальной информации. Ну и, наверное, не лишним было бы завести какую-то отдельную, наверное, карту, с которой вы будете совершать именно эти транзакции в интернете. Но специальные сайты и консультации по биржевым торгам – это для изощренных жуликов. Самыми частыми по-прежнему остаются обычные телефонные звонки, где мошенники с навыками психологов обрабатывают очередную жертву. Уже классическим стал прием звонок от сотрудника банка, который просит данные карты для якобы защиты ваших денег. В основном с номера 8495 или 499, реже федеральных номеров 8800 прозванивают и под различными предлогами похищают денежные средства. Никогда сотрудник безопасности любой кредитно-финансовой организации не будет требовать или просить вам передать свой номер банковской карты, период ее действия, сервикод. Все эти данные у них уже имеются. Никогда сотрудник безопасности банка не попросит вас пройти якобы верификацию, то есть сообщить номер кредитного договора. Ну а если подвести итог, то вот что не нужно делать, чтобы не попасться в руки мошенников. Не делитесь по телефону конфиденциальной информацией. Это ваши паспортные данные, прописка и так далее. Не разглашайте номер вашей банковской карты, а также три цифры на ее обороте. Устанавливайте на смартфон приложение только из надежных источников. Будьте внимательны при покупке в интернет-магазинах. Перепроверьте адрес, а на защищенных сервисах в адресной строке появится логотип «Замочка». И главное, перепроверяйте информацию и не поддавайтесь панике. Только в прошлом году от действий мошенников в Ставропольце потеряли 200 миллионов рублей. Проблемы-то, конечно, вечные, и нечестные люди будут всегда, но попытаться уберечь себя все-таки можно. Главное, не поддаваться на сиюминутные эмоциональные порывы и помнить, что золотые горы в считанные дни бывают только в сказках, к сожалению. Но сохраняют бдительность, и вам советуют Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Но если вы все-таки столкнулись с телефонами-мошенниками, в первую очередь, конечно же, обратитесь в полицию и сообщите нам. Напишите по номеру 8 928 350 80 70. Чем больше людей будут знать об уловках мошенников, тем меньше шансов у злоумышленников украсть чужие деньги. И в продолжении темы происшествия. В Минераловодском округе в аварии погибла 46-летняя женщина. Она была пассажиром Hyundai Gethsa. 35-летний водитель сильно разогнался на трассе и не справился с управлением. В итоге машина вылетела с дороги и перевернулась. Виновник ДТП в больнице, а пассажир скончалась на месте. К тому же водитель был лишен прав за нетрезвое вождение и на момент аварии срок не истек. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Кульбит на дороге. На юге Ставрополя ночью перевернулась легковушка. Последствия ДТП сняли проезжающие мимо автомобилисты. На кадрах видно, что машина сильно повреждена и лежит на крыше. В комментариях к видео написал сам пострадавший водитель. Он сообщил, что ехал в машине один. Во время движения отвлекся на телефон. И вот результат. Автомобилист призвал всех не пользоваться гаджетами за рулем. Наткнулся на те же грабли. 42-летний житель Ставрополя в декабре прошлого года ехал за рулем после застолья. Его остановили полицейские и провели медосвидетельствование. Алкотектор подтвердил состояние опьянения. Также выяснилось, что это не первая поездка под шофе. Мужчину уже лишали прав за аналогичное нарушение в апреле 2018. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело. Наказание определит суд. Поддержал друга. 60-летний житель Пятигорска пришел к 58-летнему приятелю выразить соболезнования по поводу смерти супруги. Мужчины сели поминать. После нескольких рюмок они поссорились. Гость сначала начал оскорблять хозяина, а потом и вовсе схватил нож и ударил оппонента в шею. Рана оказалась смертельной. Сотрудники следкома полностью доказали вину подозреваемого. Его судьбу решит суд. Жадная родственница. Житель Шпаковского района завещал после смерти свой дом гражданской супруге и внучке напополам. Внучка получила наследство и отказалась отдавать копию ключей второй наследнице. Тогда женщина обратилась к приставам. После долгих уговоров и предупреждений о пятитысячном исполнительском сборе девушка все-таки поделилась квадратными метрами. А я напоминаю, вы смотрите новости. Это только половина программы. Впереди еще интересней. Почему у такой заботливой мамы из Кисловодска забрали ребенка? Новая развязка в Ставрополе, когда закончится реконструкция дороги. Время для тишины. Так называется новая фотовыставка, которая открылась в Ставрополе. Чему посвящены все работы. Узнаете в сюжете Яны Лукошкиной. Правильное питание пошло не на пользу. Накануне в соцсети облетела скандальная новость из Кисловодска. У женщины забрали истощенную дочь. Дело в том, что мать придерживается строгих диет и решила, что раз она может, то и ее ребенок вполне проживет. Какую оценку дают ее поведению специалисты и какие оправдания нашла сама горе-мамаша? Джамиль Ибрагимова заинтересовалась темой. Светлана задыхается от давящих ее слез. Она пришла, чтобы навестить свою дочку. В руках гранат. Это все, что она принесла полуторагодовалому ребенку. Ведь это очень полезно для малышки, уверена мать. Тогда девочки принесли. Когда он на свой сок, он поднимает его глубину. Это доказано врачам. У Светланы забрали дочь. И винить в этом, по сути, некого. Женщина, по словам врачей, довела ребенка до критического состояния. Она вегетарианка. Отказалась от мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения. И, вероятно, решила. Дочка тоже проживет без этого. Почему вы не кормили ребенка? Вы в какой-то сетке состоите веганом? Зачем эти провоцирующие вопросы? Женщина, кажется, и до сих пор верит, что действовала исключительно из благих соображений. Для чего я живу вообще? Для чего живет любая женщина ради счастья материнства? Разве я не права? Малышку Светланы забрали около месяца назад. Состояние было критическое. Девочка сильно исхудала. Она весила меньше нормы в два раза. Уровень гемоглобина оказался ужасающе низким. К слову, в доме, где жили мама с дочкой, они тоже успели прославиться. Она ее не докормлен, ребенок. Она ее кормит только грудью. Ну, поймите, год и семь. Не вам объяснять, верно. Год и семь месяцев она только дает ей грудь. И все. Я же, говорит, вот ем, она все получает. Врачи неоднократно предлагали матери обследовать ребенка. Но она отказывалась. Говорила, дочь просто худенькая. Хотя теперь у Светланы другие оправдания. Почему вы не отвечали на просьбу врачей помочь вам? Я разговаривала, но ответы на мои вопросы были не настолько убеждающие и компетентные. Сейчас девочка под присмотром в одном из детских домов. Чувствует себя нормально. Но вот с матерью ей, вероятно, увидеться уже не получится. Соцработники потребовали лишить женщину родительских прав. Делом заинтересовались и правоохранительные органы. И на сегодняшний день также в отношении мамы возбужден ряд статей уголовного кодекса. И органами опеки подан иск в Кисловодский городской суд о лишении мамы родительских прав. На мой взгляд, на первый взгляд, органы опеки действовали совершенно правильно. Потому что ребенок, оказавший в больнице, был между жизнью и смертью. И состояние его физическое требовало вмешательства. Немедленного вмешательства, так сказать, чтобы сохранить здоровье и даже жизнь ребенка. Теперь судьбу этой семьи решит суд. Ну а мы продолжим следить за развитием ситуации. Джамиля Ибрагимова, Ставропольское телевидение. Как бы то ни было, такие жизненные решения, как, например, стать вегетарианцем, человек все-таки должен принимать самостоятельно и в осознанном возрасте. А пока ребенок растет, ему просто необходимы для правильного развития и мяса, и рыбы, и фрукты, и овощи. Продолжаем выпуск. В селе Дмитриевском, что в Красногвардейском районе, обновят дорогу по улице Шпака. На ремонт уже выделили полтора миллиона рублей. Работы стартуют с приходом благоприятной погоды. Реставрация дороги очень важна, ведь по ней местные жители каждый день добираются в центр села, к дому культуры, аптеке и магазинам. О других новостях из разных уголков края в нашем обзоре. В Ставрополе летом откроют новую четырехполосную дорогу. Основная реконструкция полотна на улице 45-я параллельно участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова завершится к 1 июня. Прилегающую к объекту территорию планируют озеленить и построить там площадку для разворота и стоянки пассажирского автотранспорта площадью полторы тысячи квадратных метров. Дорожные работы ведутся каждый день, когда позволяет погода. В Александровском районе строители сдали в эксплуатацию ясельный корпус детского сада «Аленушка». Новое здание смогут посещать 55 малышей в возрасте от полутора до трех лет. Корпус построили благодаря нацпроекту «Демография». Общий объем финансирования более 45 миллионов рублей. По этому же проекту в районе строится и другой ясельный корпус детского сада «Звездочка». Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Семиклассник из Железноводска Глеб Житков вошел в тройку лидеров Евразийской олимпиады по английскому языку. Он набрал 93 из 100 возможных баллов. Олимпиада проводится в России уже в девятый раз. В этом году в ней участвовали более полутора тысяч юношей и девушек. Удивительные фотографии ветеранов Великой Отечественной войны представили в Ставрополе. В Краевическом музее открылась новая экспозиция «Время для тишины». Это авторский проект нашего земляка, члена Союза фотохудожников России Андрея Смольникова, к которому он готовился больше года. О том, что в итоге получилось, расскажет Яна Лукошкина. Остаться равнодушным на этой выставке просто невозможно. Даже самый черствый зритель сдастся. На фотографиях наши с вами земляки, ветераны Великой Отечественной. Каждый снимок – поразительно удачно пойманный момент. У каждой фотографии здесь своя особенная история. Вот, к примеру, снимок. На первый взгляд ничего необычного. Однако при обработке фото автор заметил, как удивительно девочки похожи на свою бабушку в молодости. Всего на выставке 37 работ. С неподдельным энтузиазмом о каждой рассказывает посетителям Андрей Смольников, автор фотографий. Ее из Спицевки немцы угнали в концлагерь. Сначала она попала в Мюнхен на биржу труда в Дахау, где в новогоднюю ночь, работая на почте, 24 часа в сутки, она была очень уставшая, упала и уронила немецкие посылки. Ее за эту провинцию отправили в Освенцин. Пришли на открытие выставки и главные ее герои – пять из 25 ветеранов, участвующих в фотопроекте. Гости рассказывали свои истории, в которые даже трудно поверить. Евгений Алексеевич, к примеру, нашел отца на войне. После освобождения Крыма я получил письмо. Ничего не понял. Я тогда пошел к начальнику штаба и говорю, что это ерунда. Он засемялся, говорит, где-то он пишет, где он находится. Сейчас, говорит, бежи в отделкатору или как там назывался, выписывай командировочный и дуй к отцу. Расположилась экспозиция в Ставропольском музее-заповеднике имени Прозрителева и Правы. Удивительные снимки наших героев, которым уже за 90 можно увидеть здесь до 23 февраля. Затем выставку повезут в другие города края. Оценили фотоработы Яна Лукошкина и Владимир Ходорев в Ставропольское телевидение. Ну а сейчас самое время для новостей спорта. Я передаю слово своему коллеге Герману Кудиярову, он же в студии. Привет, Катя. Мяч? Да, секундочку дашь мне? Хорошо. Слушай, ну здорово. Я думаю, если бы это делала я, тут бы мы лишились сразу же как минимум двух камер. Нет, рисковать не будем. Поэтому лучше ты расскажи про новости спорта. Сейчас. Накануне футболисты «Динамо Ставрополь» провели первый товарищеский матч в этом году. В Кисловодске наша команда сыграла против второго состава Грозненского «Ахмата». Встреча завершилась победой «Белоголубых» со счетом 2-1. Сразу после финального свистка главный тренер «Динамо» Роман Удодов рассказал о главных задачах прошедшей игры. На данный момент как бы много сумбура, но задачи одни – посмотреть потенциальных новичков. Очень много молодежи и 2002-й год, и 2001-й как бы. Поэтому просматриваем, просматриваем молодежь, надеемся, что они себя проявят, и мы их заберем в команду «Динамо Ставрополь». Впереди у «Динамо» еще ряд товарищеских игр. Все они связаны с подготовкой ко второй части чемпионата России. Он возобновится весной. Уже 14 марта «Динамовцы» в Краснодарском крае сыграют против новокубанского «Биолога». Далее 25 марта состоится домашняя игра против ростовского «СКА». 29 число «Динамовцы» отправятся в Махачкалу и сыграют с легионом «Динамо». 4 апреля – домашняя игра против начинского «Спартака». Теперь перейдем к гандболу. Недавно Виктор в Санкт-Петербурге обыграл университет Лесгафта и уже прибыл в Израиль на матч Еврокубка. 8 февраля в городе Раматха-Шарон ставропольским гандболистам предстоит сыграть с одноименным клубом в рамках 1-8 финала Европейского Кубка Вызова. Подробнее о перелете и подготовке рассказал игрок Виктора Антон Отрезов. Мы находимся в Израиле, прилетели вчера днем, разместились прекрасно, погода вчера радовала, было 20 градусов. Кормили нас отлично. Сегодня с утра поехали на экскурсию в Иерусалим, побывали в святых местах. Вечером едем на тренировку, все хорошо, готовимся к завтрашней игре. Болейте за нас. Ну а на этом все, я возвращаю слово Кате. Спасибо, Герман. Ну, пожелаем нашим спортсменам удачи, но возвращаясь к началу нашего диалога, можно я возьму пару уроков такого ловкого обращения с мячом? Да, без проблем, как-нибудь тебя научу. Хорошо, спасибо большое. Ну, продолжаем наш выпуск и в завершении еще кое-что. О жизни Ставрополя теперь будут знать даже в Америке. Наш земляк Эдуард Корниенко, профессиональный фотограф, стал одним из победителей открытого конкурса, который проводила известная газета «Вашингтон-Пост». Главное условие для участия в мероприятии – фотографировать можно было только события своего города. Эдуард отправил серию снимков от Ставропольских кадетов. Вот, кстати, одна из представленных фотографий. Члены жюри оценили работы нашего земляка. И теперь яркие кадры из жизни Ставропольцев будут красоваться на полосах газеты «Вашингтон-Пост». Что ж, поздравляем! Ну, это все новости к этому часу. Их еще больше на нашем сайте stv24.tv. Обязательно заходите, там много полезного. Также вы можете рассказать нам о своей проблеме или поделиться каким-то событием. Отправьте сообщение на WhatsApp или Telegram по номеру 8-928-350-8070. И мы обязательно отреагируем. Впереди прогноз погоды с Яной Лукошкиной. У нее последние данные от синоптиков. Я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Пришло время рассказать о погоде на субботу, 8 февраля. Ставрополь пасмурное днем минус 7, ночью понижение до минус 9. Ожидается снег. В Изобильнинском и Новоалександровском округах погода та же. Днем температура минус 5, ночью минус 7. В Пятигорске и Минеральных Водах днем минус 4, ночью минус 10. Пасмурно, снег. В Кисловодске, на удивление, холоднее. Минус 7 днем, минус 13 ночью. Переходим к востоку края. В Ипатово, Арсгире и Буденовске пасмурно. Днем минус 2, ночью минус 3, снег. В Дивном и Нефтекунске минус 4 днем и минус 8 ночью. Пасмурно, дождь со снегом. А теперь о явлениях, происходящих далеко за пределами Ставрополья. Изумрудное сияние возникло в Норвегии. Все потому, что на этой неделе в магнитном поле Земли открылась небольшая трещина. Солнечный ветер проник через нее и вызвал краткое, но зрелищное световое шоу. Фотограф Питер Шурте запечатлел полярное сияние. Выглядит волшебно. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ.